всем привет сегодня мы находимся с моей собакой на охоте на рябчика в тайге сегодня 10 октября выпал снежок небольшой с утра я ехал шел прям снег вот но он быстро тает на улице плюс один или 0 вот и сегодня перед собой оставлю две задачи первая задача это проблема с моей собакой которую необходимо решать проблему следующего характера она у меня битую дичь которая уже дошла приносит практически безупречно даже без команды но если попадается под ранок она таскает его мусолит ходит с ним там кое-как мне в руки отдает в общем сегодня если повезет я постараюсь сделать подранка чтоб собака его поймала придавила и мне принесла уже тушку посмотрю как изменится ситуация в эту сторону и второе я хочу посмотреть на изменение поведения рябчика значит на протяжении октября месяца и сентября ездили практически на манок не летит откликается но редкий случай когда прилетает на манок хотя рябчика очень много вот и с приходом такой более холодной погоды снежной уже я думаю что он должен достаточно активно идти на звук самки на манок вот посмотрим посмотрим охарактеризуем эту ситуацию убедимся в том прав я или нет в общем а что нам удастся добыть смотрите в этом видео и 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 Время вперед скатить Давай скатить, скатить Искать, искать Ищи, 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 ищи Ищи ищи-щи-щи-щи-щи-щи искать-искать-искать вон еще прямо давай убери-бери-бери-бери падай левна падай Лена, подай ко мне Подай Подай мне Ну вот дела Ну подай Лена, подай Лена, подай чё за херня началась? ну-ка подойди ну всё, хрен тебе ходишь и бродишь дай, дай сказал вот и взят первый трофей за сегодня рябчик, петушок значит шёл по дороге, манил везде, где выводки есть вообще тишина, ни один не откликается в одном месте там самка откликалась и всё, тишина просто, мёртвяк я решил сменить тактику не ходить по дороге, там манить по выводкам а просто идти по лесу пешком авось повезёт, как говорится ну и на самом деле повезло только сошёл с дороги, отошёл метров 150, наверное сразу же взлетел рябчик на выстрел стрельнул, добыл собака сработала, можно сказать, не как нашла его, начала от меня таскать и не подала, не принесла даже с командой в общем, что-то троит то носит без команды, то вообще не носит то дерёт, ходит, таскает будем работать над этим, охотимся дальше дальше Продолжение следует... 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 вот явные признаки того что я на верном пути красавец здесь был похоже что не один обошли тут все поля с собакой по шикарным местам косачейном прошлись но что-то не особо одного косача собачка подняла стрельнул промазал сам виноват собак сработала на 5 второй раз уже на себя ловлю на этом моменте собака начинает активно искать что-то шевелить хвостом быстро начинает носиться я как бы думаю опять наверно мышей унюхала каких-нибудь и уже второй раз летает косач стреляю мажу в общем буду тут более бдителен теперь к этим моментам вот но что теперь уже тут все все места прошел поеду на поля по околкам похожу здесь как бы поля такие край тайги лес кругом большой поеду попробую по околкам рябчика поманю снег пошел время 4 часа дня идет снег то есть сейчас холодает даже по сравнению с утром в общем охотимся дальше нашел еще один лобас опять ноги везде валяется корови ворон тьма думаю подъеду посмотрю чё там вороны собрались сороками лобас все было базах на каждом углу и ноги главного всех подряд где они их берут снег посыпал по-настоящему облазил тут все околки практически в округе 5 километров радиусу нашел в одном околки вывода крепчиков все практически на этом вся движуха кончилась иду к машине буду закругляться наверно с охотой снег вечер уже пойдем потихоньку сторону дома ну вот и добрался я до автомобиля проходил сегодня целый день удалось добыть два рябчика смазал по косачу собака подняла ну и так еще пострелял помазал там через кусты и по всякому в общем по рябчиком всего удалось добыть два штуки я хочу рассказать сегодняшнем фильме о такой полезной вещи для охотника и рыбака как термос термос это очень полезная штука потому что вы всегда когда приходите к автомобилю или в лагерь мокрые уставшие там всегда вас ждет горячий чаек либо может быть какая-то каша или суп вот расскажу про свои у меня два термоса один термос литровый от компании амет это уральский завод который производит термос фишка такого термоса в том что у него широкое горло горловина откручивается эту пробкой такой вот солидный и сюда можно наливать не только чай но и разную пищу горячую любой пищи сюда заправили закрыли она вас в течение 18 часов находится горячем состоянии ну или там по истечению этого срока уже в теплом конечно но в целом вот я этот термос проверял до 18 часов отлично держит это такой вариант который в автомобиле лежит либо где-то таскать собой его неудобно поэтому на пешей охоте я использую второй термос пол-литровый от компании арктика у него узкое горлышко маленький стаканчик но в целом достаточно удобен на ходовой охоте сюда конечно уже пищу не положишь куда я наливаю чай этот термос выиграла моя собака на полевых испытаниях по болотно-луговой дичи так что это вдвойне такой ценный приобретенная ценная вещь памятная так скажем я даже когда жаркая погода наливая сюда холодную воду чтобы попоить собаку если мы где-то там ходим по траве она там в поиске находится очень устает вода остается холодной поэтому можно летом использовать как сосуд для охлаждать для охлажденной жидкости а не для горячей вот такие вот вроде как мелочи но в целом очень удобно иметь именно два один маленький для ходовой охоты и другой с большим горлом литровый надеюсь что эта информация для кого-то была полезной для тех людей кто озадачен выбором термоса еще скажу по пробкам есть пробки разные есть просто закрутки а есть с кнопкой вот кнопкой термоса как правило они очень плохо держат либо вообще протекают поэтому я их уже перепробовал много всяких разных вот именно с пробками самые актуальные для охотника и рыбака вариант закрутили и забыли ничего не течет все держит идеально температуру внутри термоса вот ну а я уже собираюсь ехать домой сегодня очень устал прошел достаточно большое количество километров намотал причем по бездорожью в основном по околкам и полез смотрите наши фильмы подписывайтесь на канал ставьте палец вверх кому понравилось видео кнопочка находится под видео будет интересно длинну дым дым дым